всех с новым годом ребятки еще раз время 2 час ночи у меня тут так я же хотела выключить телевизор то тоже мне нельзя чтоб перебивалась что-то вроде запись идет а то я думала что сбилась так ну что ребятки 1 января понедельник правда сейчас ночь вообще у меня выходной на работу 3 еще два дня отдыхать так видите у нас химка как всегда новогоднее поздравление от химковского на водоканал или отчет смотрите воды никакой не холодной не горячей хотел посуду помыть горячего крана капает чуть-чуть но она холодная чай вот себе налила тут достала апельсин потому что что-то уже наелась уже ничего не хочется уже ничего не лезет апельсинчик бы с я съела так тут у меня как всегда на улице фейерверки всякие тут мой канал который не идет нифига трансляция не получилось но не будем расстраиваться не знаю почему вот хоть телефон вот что-то с телефоном не то надо во первых попробовать его перезагрузить может пусть пойдет может что-то там сбилась хоть новый телефон покупай или переходи обратно на старый не знаю что делать в общем кошмар какой-то просто кошмар на улице бахают этот вот петарда запускают эти пиротехнику так бахать что я даже от окна ушла подальше то что боюсь что прилетит в окно петарда разобьет блин окно все это на голову посыпься чуть сидеть час мы еще маленько уже 10 метров а сейчас еще часок до спать лягу чем не делать ну поела забыла еду снять сфоткать поближе чем у меня там было ты чё было вот пирожное корзиночки две штуки осталось зовут салат оливьешка эти труброда с рыбой осталось с икрой съела с рыбой остались рыбы пропадают надо будет пожарить оливьешка вот половинка половина оливье осталось здесь у меня баночки стеклянные я только на все майонез не добавляю сразу вот так у меня хранится завтра еще можно поесть хорошо что много не готовила но зачем мне много апельсинчик погрызть еще хотела но боюсь возле окна сидеть что окно разобьют так бахают все летает и посуду какую-то мыть если нет воды тут рашку ли оставить и никогда посуду на грязную на утро не оставляю нету воды вот с холодного крана тонкая струйка и она холодная горячего крана а вот так с холодного вообще ничего значит унитаз тоже не работает раз холодной воды нет у меня там кое-какие кое-где бутыль с водой стоят запасы это уж на крайний самый случай на крайний все ребятки двадцать четвертый год наступил 1 января 01.01.24 это мой год год дракона правда он официально наступает с 10 февраля по моему вот он мой дракоша дубилочек зая моя зая снегирь конечно немножко расстроилась из-за трансляции не надо было заранее все проверить получится не получится как как всегда времени нет все оставляешь на последний момент кстати на улице уже минус 11 похолодало и вот даже смотрю вот по машинам видно во дворе стоят машины уже все так бахат машины все замерзшие снегу вся вода замерзла лед уже везде видимо холодно потому что народ очень быстро разбегается по домам побахали чуть-чуть там фейерверки попускали и бегом домой все ну там мужики на парковке ночью дежурят охранники вот они петарда запускают бахают как так ладно же настроение что-то никакого выключаю я ноутбук в том смысле что сейчас в комнату буду переселяться обратно вот пыталась ребятки честно пыталась сделать все что могла хотела выйти в трансляцию ничего не получилось не знаю чем дело то ли в телефоне то ли в настройках то ли новые правила на ютубе о монетизация она не совсем отключена я нажимаю кнопку включить монетизацию она включается рекламу я вставляю как прежде но оплата не приходит они оплачивают только за пределами россии если кто-то смотрит мои видео вот других странах тогда значит оплата вся youtube уйдет я ничего не получаю то есть свой процент они снимают а я в накладе даже не за денег все это делаю я начинала снимать просто для общения так сказать все ребятки выключила я ноутбук да тут у меня тут лежит это давление измерять хотелось есть стул заваленный посидеть все ребятки надо начинать новую жизнь том смысле что я решила что надо похудением заняться все-таки не дело быть в таком весе это тяжело это даже дело это во первых и некрасиво когда пузинь висит и здоровье и даже не только ну конечно некрасивая но как бы даже если наплевать на внешний вид это очень сильно влияет влияет на здоровье мне кажется если мне килограмм 10-20 просите я даже чувствовать себя буду лучше может быть и про аллергию забуду и про давление вот я когда похудела до 75 то никакого давления у меня не было сразу все прекратилось насчет аллергии не помню мне кажется у меня просто зашлакованность организма полностью даже когда весело 85 и делала флюорографию или там узи какой-нибудь мне там всегда писали что типа ожирение внутренних органов это же очень вредно это может печень может отказать может тут вот фу может начаться черт что цирроз печени может быть ну бывает у алкашей у кого значит вот от ожирение тоже может быть кстати вот когда все внутренние органы покрыты жиром они не справляются своей работой с нагрузкой не справляются и может быть все что угодно вплоть до того что печка я недавно вычитала если печень не срабатывать со своей функцией то человек начинает выделять фермент он пахнет рыбой вот такой момент есть бывает такой от лекарств от некоторых но я уже лекарства сейчас никакие не пью кроме как вот от давления от аллергии я пила лекарства 1 год которого такое может быть что запах рыбы появляется сейчас я уже на полгода это лекарство не пью но видимо из-за ожирения внутренних органов могут быть проблемы со здоровьем может быть все что угодно поэтому как бы все ребятки не покупаю больше никаких печенюшек никаких конфеток шоколадок никакого никакого мороженка мороженое можно летом съесть за все лето пару раз в 30 градусов жару можно себе позволить это очень проще воды попить вот так что надо браться за свое здоровье потому что ну это еще у меня судя по всему генетика хорошая видимо изначально здоровье это неплохое было генетика очень хорошая по бабушкиной линии я не помню что кто кто-то болел прабабушка около 100 лет прожила бабушка 85 но она при этом ничем не болела единственно что у нее был лишний вес у нее были опухшие ноги такие она сидела на крылечке и просто тяжело было ходить она не могла ходить первых она была высокая полная и не было таких размеров на платье еще есть шили на заказ обуви такой не было потому что у него ноги были очень такие широкие даже если она покупала какие-то там сапоги мужские самого большого размера они на ней не застегивали замки просто она так ходила летом в тапочках то есть но ее спасало то что у нее был высокий рост а вот но она при этом ничем не болела только вот у нее ноги были отечные опухшие а так ничем абсолютно она никогда не ходила поликлинику за всю жизнь ни разу вот вообще не ходила у нее даже карта мне было просто вот когда умерла тогда уже там запись какую-то сделали а так не был карты никогда вот ну маме моей тоже сколько уже 78 до в этом году 78 будет где тоже 90 лет прожил ну как-то вот спали не отца там совсем другая проблема там умерли все уже остался только оставалось у отца два брата этой семьи это это алкаши и неизвестно жива они или нет скорее всего нет уже вот ну какие-то там и дети и может еще живы у дети же его конечно дети внуки папинах там родственник но я как-то их там никого толком не знаю там двоих знаю и с тем не общаюсь что-то жизнь больно сложная чтоб со всеми общаться все в разных городах никто не с кем не общается практически ну что делать жизнь такая вот так что генетика у меня хорошая но что-то пошло не так запустила я себя если вот немножечко короче если килограмм 15-20 кинуть то я буду чувствовать себя намного лучше даже если десяточку скинуть или хотя бы 5 7 уже будет легче вот этим займусь если завтра будет не сильно холодно может парковых схожу погуляю слабок там подморозила но может быть там гололед но если аккуратненько походить по тропинкам но только сейчас минус 10 завтра днем не знаю сколько будет нам тоже минус 10 завтра пойду погуляю завтра надо выйти обязательно то что послезавтра будет еще холоднее среду я работаю в четверг будет холодно то есть завтра надо погулять иначе потом да вообще надо гулять каждый день в любой погоду но вот как себя заставить надо заставлять ладно ребятки время полтора ночи я сижу тут вот видео снимаю все пошла я спать всем пока пока